Ночной кошмар. Грабители едва не задушили девушку ради шубы. Почему никто не пришел на помощь? Злоумышленники забрали сумку и маховое пальто, оставив прохожую без сознания на снегу. И на ее месте могла быть оказаться моя сестра. Неужели вернулись лихие девяностые и выходить на улицу в дорогой одежде опять опасно? Ненужные пункты. Дарька Назарбаева оценила уровень свободы слова. Есть ли цензура в Казахстане? Что думает сенатор о новых правилах аккредитации? Приказ министра информации вынудил журналистов готовиться к митингам. Удастся ли договориться? Вынужденный авитаминоз. Почему с прилавков исчезают доступные по ценам овощи? По какой причине подорожала капуста? Чего опасаются покупатели? И мы боимся, что цены подорожают. И чего нам еще ждать? Зная наших, Димаш и Данелия прошли в третий тур престижного американского шоу The World's Best. С кем им пришлось соревноваться? Правда ли, что у Данели Тулешевой был один из сильнейших соперников? С каким отрывом казахстанские артисты вырвались вперед? Срочная новость из-за корды. Буквально несколько минут назад Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана. Всему кабинету министра во главе с Бахаджаном Сагентаевым придется покинуть свои кресла. Президент дал понять, что правительство не справилось с поставленными задачами. Министрам и Национальному банку так и не удалось создать реальные стимулы и инструменты для роста экономики. По словам президента, анализ реализации госпрограмм показал, что нет конкретных результатов. Недостаточное количество новых рабочих мест. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста. Системная работа ни по одному направлению не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются, чего не скажешь о расходах, к примеру, на продукты. Нурсултан Назарбаев считает, что члены правительства, министры и акимы не умеют работать с населением. Новое руководство, по мнению главы государства, должно выработать конкретные меры по повышению качества жизни каждого казахстанца. Об этом будет объявлено на съезде партии Нуратан 27 февраля. На решение задач выделят немалые средства из бюджета и национального фонда. Их направят на поддержку малообеспеченных граждан, на строительство жилья для социально уязвимых слоев населения и серьезных изменений в политике регионов. В подписанном указе об отставке правительства говорится, что временно исполнять обязанности премьер-министра республики Казахстан будет Оскар Мамин. По многим направлениям экономики нашей, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения, к сожалению, так и не достигнуты. Рост внутреннего валового продукта в основном достигается за счет сырьевых ресурсов. А мы говорим о перерабатывающих отраслях. Мы говорим о том, чтобы развивать малый и средний бизнес. Но правительству совместно с Назбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста нашей экономики. Продолжаем выпуск. Караул грабят. 35-летняя жительница Алматы едва не рассталась с жизнью из-за шубы. Ее чуть не задушили грабители. Нападение произошло поздней ночью и на помощь девушке никто не пришел. Когда жертва перестала сопротивляться, налетчики сняли с нее шубу и скрылись. Видео дерзкого нападения попало в сеть. Пользователи сразу припомнили лихие 90-е. Неужели криминал опять разгулялся? И почему преступников долго ищут? Нургали Карабаев искал ответы на эти вопросы. Второй час ночи девушка с сумкой и, судя по всему, в шубе возвращается домой. Следом идет мужчина. Примерно через 10 секунд преследователь тащит женщину по земле, ухватив сзади за шею. Сообщник проходит мимо. Его задача подобрать сумку. Жертва нападения сопротивляется, но мужчина продолжает ее душить. В итоге она теряет сознание. Преступник не спеша снимает женщину шубу, а ее оставляет лежать на земле в снегу. Девушка как раз шла во двор через маленький узкий проход, по словам местных жителей. Здесь ночью не бывает освещения, поэтому страшно и небезопасно. Лестницы очень скользкие. К тому же, судя по видео, преступники уже ждали свою жертву и прекрасно знали об этом месте. После чего они не спеша пошли за ней, приволокли буквально вот сюда, оглушили, раздели, взяли сумку и не спеша обратно ушли в ту сторону, откуда пришли. Эти кадры повергли в шок горожан и пользователей социальных сетей. Некоторые припомнили лихие 90-е, когда с людей запросто срывали шапки, серьги, раздевали в темных переулках. Жильцы домов, где все и произошло, признаются, что опасаются за свою безопасность. Больше всего их поразила наглость преступников. Они же даже и не торопились никуда. Вы видели, один забрал сумку, подошел ко второму, второй не торопясь раздевает эту женщину или девушку. И они просто уходят спокойно, их ничего не пугает. Буквально за 30 минут до этого случая у меня сестра зашла домой. Мы были в шоке от того, что это буквально... И на ее месте могла оказаться моя сестра. Вам после этого не страшно? Конечно, страшно. В полиции рассказали, что женщина жива и здорова, за медпомощью никуда не обращалась. Преступников до сих пор ищут. Дело возбудили по статье «Разбой». Это преступление поражает своей дерзостью. Злоумышленников не пугают даже камеры наблюдения, которые установлены по всему городу. С момента преступления прошла уже почти неделя. А эти самые 120 тысяч камер так и не помогли поймать грабителей. Ну а пока преступники на свободе, осторожность сейчас никому не помешает. Нургали Карабаев, Ренат Абулхаиров, Информбюро, Алматы. 66 миллионов тенге из городского бюджета Алматы потратят на переименование ДВД в департамент полиции. Помимо этого, еще 80 миллионов израсходуют на расширение штата службы 102. Из них 35 миллионов потратят на необходимое оборудование. Постановление правительства о переименовании территориальных органов в ведении МВД вышло в октябре прошлого года. Согласно ему ДВД, УВД и РУВД теперь департаменты управления и отделы полиции. В правительстве посчитали, что реформы казахстанской правоохранительной системы стоит начать с очередного переименования. Кроме того, согласно плану модернизации, территориальные департаменты внутренних дел и местную полицию снова объединили. Ну а кимы областного уровня могут назначать и отстранять начальников департаментов полиции по представлению МВД. Тем временем в регионах растет число недовольных местной исполнительной властью. Ерганат, какие основные причины? Я, асхар, шыны менде кей-өмірлерді халықтың әкімдерге көңілі мүлдім толмайды. Түркестан облысының әкімін жансиет түмебаев көзбаяушылық пен айналыс самма. Тақы қай-өмірдің әкіміне түрғындар тез арада орнын босатсын деп отыр. Сәлденген толығырақ. Айт піреміз біз бен бірге оғаныздар. Дариган Назарбаева оценила уровень свободы слова в Казахстане и поделилась своим мнением об изменениях в правилах аккредитации СМИ. По мнению председателя Конгресса журналистов, некоторые пункты не нужны. Спустя неделю после обращения СМИ к Дариган Назарбаевой председатель исполкома Конгресса журналистов озвучила свое мнение о нашумевших поправках. Оказалось, что она солидарна с защитниками свободы слова, особенно в части пунктов о лишении журналистов аккредитации по воле модераторов, либо из-за отсутствия свободных мест в помещении. Предоставить площадку для прессы – обязанность государственных органов. Тогда побольше надо помещения найти, чтобы все поместились, или организовать в фойе прямую трансляцию того, что происходит в зале заседания. Есть миллион способов, как решить эту проблему. Отвечая на вопросы журналистов, Дариган Назарбаева оценила уровень свободы слова, заявив, что никаких проблем у СМИ нет. Каждый вправе критиковать госслужащих. К тому же люди активно пишут о проблемах в социальных сетях. В то же время сенатор поддержала замечания журналистов о низком профессионализме пресс-секретарей, которые вместо того, чтобы стать связующим звеном между спикером и прессой, чаще всего выполняют функции телохранителей, защищающих своего начальника от назойливой прессы. Очень плохо в целом поставлена работа с подготовкой профессиональных пресс-секретарей. Ей, можно сказать, практически нет. Людей подбирают, я иногда не знаю, по какому принципу. В Казахстане подорожала капуста. Изменения в ценах первыми заметили, как всегда, пенсионеры. Они уверяют, что прежде доступный овощ подорожал аж три раза. С чем это связано? Неужели стабилизационные фонды опустили? Людмила Батюшкина разбиралась. Четыре дня ходила за капустой. Не было капусты. Галина Па каждый день сверяет цены. Если в начале февраля в социальных павильонах капусту можно было найти по 65 тенге, то сегодня она уже стоит 182. В соседнем супермаркете 230 тенге за килограмм. Пенсионерка беспокоится, что скоро ей морковь с картошкой станут не по карману. Цены на капусту сильно возросли. Не на 2-3 процента, как пишут в прессе, а на 300 с лишним процентов. Цены бешеные. Для пенсионеров, у которого маленькая пенсия в пределе 65 тысяч, таких денег нет. Примерно столько же капуста стоит в Алматы и Шемкенте, на севере еще дороже. Понятно, что пенсионеры не позволяют себе помидоры, огурцы или фрукты. И просят хотя бы обеспечить их самыми доступными овощами. Ведь картофель, капуста, лук и морковь входят в список социально значимых продуктов. По словам продавцов, цены поднялись у поставщиков. Капусту везут из Кыргызстана. Как объяснили в Акимате, стабилизационный фонд «Карагадненские сельхозпроизводители» могут обеспечить лишь на 20% от потребности области. Капусту в регионе почти не выращивают из-за климатических особенностей. Региональный став фонд на базе СПК-40 реализовывали капусту через социальные павильоны по цене 60 тенге килограмм. На сегодняшние данные запасы закончились. Но имеются достаточные запасы у нас картофеля, моркови. Также имеются договоренности по луку. Картофель, к примеру, сегодня стоит почти вдвое дешевле, чем в феврале прошлого года, говорят чиновники. Что касается капусты и моркови, следят, чтобы продавцы в супермаркетах не накручивали закупочную цену больше, чем на 10%. В апреле появится привозная капуста нового урожая в мае с юга Казахстана. Правда, она будет дороже, чем овощи старых запасов. Я хочу и помидоры, и огурцы, и кое-что я еще хочу. Может быть и икру. Мне не разрешает бюджет. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. В Казахстане растет число обманутых псевдозаемщиков. Наши граждане настолько доверчивы, что легко сообщают другим людям номера своих банковских карт и личные и иные. Так пострадала и Валерия Горшт. Она хотела помочь коллеге, а он, получив информацию, оформил на нее онлайн-кредит. Зарина Беремкул с подробностями. Валерия никогда не была злостным неплательщиком, поэтому звонок от кредитной организации с требованием вернуть деньги ее шокировал. Узнав дату получения займа и сумму, она поняла, что это сделал ее коллега. Ранее он попросил ее и счет двоих сослуживцев перевести им на карту якобы замороженные средства со счета Банка Астаны, а на самом деле оформил на них по несколько онлайн-кредитов. Теперь каждый из них должен порядка 300 тысяч тенге. Он попросил наши данные, то есть это номер карты, карты еще 20-значные, наши удостоверения. И потом он озвучивал суммы, которые должны будут поступить на наши карты. Да, суммы поступили, но там стояло поступление от АО «Народный банк Казахстана». Мы шли своими собственными руками, снимали эти деньги и отдавали эти деньги. Вот так это произошло. Онлайн-кредиторы не требуют подтверждения личности, как в обычных банках, поэтому гипотетически обманутым может быть любой казахстанец. Номер карты ИИН мы можем сообщить знакомым для перевода долга, а для оплаты через мобильное приложение такими данными пользуются и многие продавцы в магазинах. Попав в такую кредитную кабулу, возвращать деньги все равно приходится. Это законно, потому что данная сфера не регулируется Национальным банком. Любая ТОшка может без лицензии выдавать онлайн-займы. Официально это сейчас 100% годовых, но все компании уже давным-давно обошли на второй же день после выхода закона. В районном департаменте полиции уже 107 подобных заявлений. При этом далеко не все обращаются к правоохранителям, ведь доказать чужую вину в такой ситуации очень сложно. Обманутый человек является лишь свидетелем, а потерпевшей стороной признается кредитная организация. Не надо сидеть и молчать, надо как бы предавать это все глазки. Я считаю, что вот Национальный банк, как финансовый регулятор, должен обратить на это внимание, потому что там в некоторых вот этих займерах идут бешеные проценты, понимаете, то есть это просрочка по 2000 деньги в день идет. По негласной статистике онлайн-кредитор не несет убытки, если из шести заемщиков деньги возвращает хотя бы один. Пока в этой сфере нет контроля, финансовые консультанты советуют внимательно проверять адресатов перевода и запрашивать свою статистику по задолженности у первого кредитного бюро. История 143-летней Карагандинки зашла в тупик. Наталья Шубичу, которая из-за ошибки в базах данных числится как самая старая женщина планеты, получила ответы из Министерства внутренних дел. В нем сказано, что ИИН ей менять не будут. ИИН присвоен на ваше имя и соответствует только вашей персоне. Отказ либо волокита в предоставлении государственных услуг, государственных органов либо других учреждений и организаций со ссылкой на ИИН является неправомерным. Наталья Шубичук, 43 года, но в базах данных из-за ошибки в ИИН ей указано, что ей 143. Банки не могут провести ей социальные пенсионные перечисления. Ведь по базам данных Наталья уже давно на заслуженном отдыхе. В то же время пенсию женщина не получает. На днях Наталье пришло извещение из Управления госдоходов. Ей необходимо явиться в налоговые органы, так как ей грозит штраф за несвоевременную оплату пенсионных и социальных отчислений. Последний шанс исправить ИИН – обратиться в суд. Но в практике обладатели неверного ИИН, как правило, проигрывают суды. Я не знаю, что делать. Правда, может быть, мне надо там прийти к Акимату, какую-то забастовку сделать, лечь там, сесть, не знаю. Но просто в этой ситуации никто вообще меня не слышит. И что делать, я тоже не знаю. На космодроме Байконур готовится к запуску пилотируемого корабля «Союз МК-12». Старт запланирован на 14 марта. Это вторая попытка полета на МКС космонавтов. Предыдущий запуск был неудачным. Экипаж уже сдал контрольные экзамены и готов к полету. В прошлом году, во время запуска 11 октября, произошла нештатная ситуация с ракетой носителей «Союз ФГ». Из-за некорректного отделения первых ступеней на третьей минуте полетело. Полетело, и корабль потерял управление. Капсула с экипажем приземлилась в казахстанской степи. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейк, которым в октябре не удалось добраться до Международной космической станции, готовы к новому полету. Они уже сдали контрольные экзамены в «Звездном городке». Овчинин – космонавт с опытом. Он провел на орбите полгода с марта по сентябрь 2016-го. Для астронавта Хейга это первый полет на МКС. В состав экипажа вошла астронавт НАСА Кристина Кох. Мне кажется, я готова к миссии с новым экипажем. Они доказали не только свою опытность и подготовленность, они настоящие герои. Для меня большая честь быть принятой в их группу. Мы тренировались все вместе и, думаю, стали командой. В Шымкенте родители учеников одной из школ требуют восстановить в должности директора, уличенного в коррупции. По их мнению, руководителя подставили завистники. А вот учителя категорически с этим не согласны. Подробности в материале Бахрома Абдулаева. Нешуточные страсти кипят в 12-й школе Шымкента. Родители вступились за увольненного директора. Они уверяют, что бывшая руководительница стала жертвой завистников. Она помогала нуждающимся детям и читала намаз. Зачем на неё наговаривать? Она честный человек. Мы требуем, чтобы на должность директора школы вновь назначили Даригу Кельдебековну. Благодаря ей в нашей школе появились классы казахского языка и в школе начали соблюдать порядок. Однако у педагогов русско-казахско-узбекской школы своя правда. Они говорят, что времена поборов закончились с её ходом. На что? На подарки мы собирали. Хотя кукольный театр 250, собирали по 500. И из тех даже детей, которые не заходили в этот театр. Её день рождения обязательно. Новый год. Ну вот у нас 120 человек штат. Если не сдашь, она жития не даст. Ну начнёт придираться, докапываться там по урочке. Насколько обвинения учителей справедливы, решит следствие. В управлении образования нам подтвердили, что Даригу Алимбекову уволили из школы по подозрению в коррупции. Представление об увольнении нам пришло от Национального бюро по противодействию коррупции. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере 50 тысяч тенге 14 января этого года. Все 1145 учеников школы изменений пока не заметили. Учебный процесс идёт своим ходом. Но некоторые родители, несмотря ни на что, верят в непригрешимость бывшего руководителя. Они продолжают писать письма в различные инстанции с просьбой восстановить её в должности и наказать её недоброжелатели. Но теперь это уже решать следствую. Опасный смартфон. Регулируете ли вы яркость на своём мобильном? Оказывается, это делать необходимо. 25-летняя жительница Тайваня выжгла в роговице своего глаза около 500 участков. Врачи это объяснили как результат эксплуатации смартфона на максимальной яркости в течение двух лет. Казахстанские врачи рассказали, что такое вполне возможно. Особенно если учесть повреждения сетчатки. Или существуют генетические риски глазных болезней. Чаще всего люди обращаются за помощью только тогда, когда почувствуют ухудшение состояния здоровья. В случае с девушкой из Тайвани она обратилась к врачу с жалобами на дискомфорт и сжение в глазах, которые при этом наливались кровью. На смотре ей сказали, что острота зрения на её левом глазу упала до 60%, в то время как на правом до 30%. Врачи обнаружили на роговице правого глаза девушке 500 микроотверстий. По словам докторов, излучение от экрана составляло 625 люменов при рекомендованном уровне в 300. Воздействие на глаза источника яркости мощностью в 600 люменов в течение всего двух часов можно приравнять к воздействию микроволновой печи. У отечественных офтальмологов есть свои рекомендации. Сидя на работе, сделать минут 5 перерыв, пробежаться вокруг стола, сделать гимнастику для... Общую гимнастику сделать, сделать гимнастику для глаз и применить элементарно, которая продается безрецептурная продажа в аптечной сети, это увлажняющие капельки. И капельки, питающие для глаз. Это что на сегодняшний день можно сделать. И просто достаточно объема количества принимать воду, пить воду. И увлажнение помещения. Власти США призывают жителей страны прекратить практику переливания себе молодой крови. Такая процедура активно рекламируется как средство омоложения организма и борьбы с некоторыми заболеваниями. Для многих американцев это своего рода эликсир молодости. Американцы борются со старением, переливая себе кровь молодых доноров. Считается, что это даже помогает в борьбе с болезнями Паркинсона, Альцмейгера, рассеянным склерозом и другими заболеваниями. В официальном заявлении, опубликованном надзорным агентством американского Минздрава, утверждается, что несмотря на популярность и дороговизну такого лечения, его эффективность не подтверждена никакими научными исследованиями. Более того, любое переливание крови, особенно в больших объемах, сопряжено с рисками для здоровья. Тем не менее, клиники, предлагающие подобную услугу, работают уже в нескольких штатах США и пользуются большим спросом. При этом, каждая инъекция молодой крови обходится пациентам в сумму от 8 до 12 тысяч долларов. Димаш Кудайберген и Данелия Тулешева прошли в следующий раунд американского шоу «The World Best». Казахстанцы блестяще обошли своих, надо сказать, очень сильных соперников. Наши исполнители вновь вынудили жюри аплодировать им стоя. Соперницей Данелии стала японская скрипачка Манамиито. У девушки нет правой руки, и члены жюри рыдали во время ее выступления. Но Данелии удалось одержать победу даже над такой сильной соперницей. Девочка блестяще исполнила песню «Да и миловато» и прошла в следующий раунд, получив 71 балл, тогда как японки дали 60. Жюри и даже своих поклонников удивил Димаш Кудайберген. Зная, что любимый певец будет в национальном костюме, фанаты ожидали услышать песню «Дайди дау» на казахском языке. Однако Димаш спел свою версию хита «Селиндион». Большим сюрпризом стала и аранжировка композиции с вкраплениями национальных мотивов. Димаш не оставил шансов своей сопернице, католической монахине, сестре Кристини. Итальянка получила от жюри и экспертов в общей сложности 39 баллов, а Димаш – 94 балла. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok